при сыгрании шаров по лузам игроки используют винты вот я сейчас продемонстрирую как при одном или том же ударе как себя по-разному поведет биток в данном случае я буду использовать некоторые винты сейчас я буду использовать верхний винт цель это забить чужого и своего подвести к лузе это используется для того чтобы потом в дальнейшем можно производить следующие удары соответственно следующий удар так называемый кладштос моя задача забить чужого своего оставить на месте удар исполняется при абсолютно той же силе размер удара так называемый но я играю в центр битка следующий удар это обтяжка удар буду производить на таком же размере буду играть нижнего винта свой шар играется чуть ниже середины задача забить чужого своего подвести в ближайший к себе лузе чтобы правильно забить сваяка в данном случае я бы рекомендовал всегда использовать правый верхний винт удар играется на тихом скате соответственно чтобы забить правильно сваяка необходимо найти угол атаки угол атаки это точка прямая под дальнюю борта от губы дальнего борта и соответственно точка до мнимой линии атаки своего шара если вы будете эту точку видеть вы всегда забьете хорошо сваяка соответственно сейчас я играю право верхний винт на тихом ударе на тихом скате он будет дальше соответственно можно провести удар бывают такие сваяки которые надо играть уже на более резком ударе здесь я рекомендовал бы использовав правого верхнего винта и следующий сваяк это на обтяжке вот это три вида основных сваяка которые необходимо изучить соответственно эти же самые удары вы можете всегда будете проводить в любом месте стола на оттяжке я играю правый нижний винт еще одна разновидность забития своего шара удар называется арбиколь используется когда напрямую мы не можем забить сваяка потому что отскок будет в борт соответственно данном случае используется борт с добавлением левого шара и левого винта здесь мы видим что соответственно своего шара напрямую вообще не забить но тоже в данном случае можно использовать длинный борт и забить своего шара тоже удар называется абриколь я здесь дополнительно добавляю правый нижний винт немножко расскажу про поводу забития своего шара центральную рузу хоть даже центральная руза несколько шире она на 5 мм шире чем угловые лузы но она несколько своеобразная тоже надо уметь правильно сыграть не в шаре так как обычно бывает что при сыгрывании шара шар может просто удариться обе губы и уйти в поле для этого тоже мы немножко рекомендуем использовать винты так как шар когда попадает в борт винт помогает ему просто ворачиваться в лузу сейчас вот я покажу просто достичь и свалючок добавляю правый верхний винт и играю на тихий скатер вот здесь в данном случае можно несколько вариантов выиграть можно правым верхним ударом делать надо сильным ударом делать можно правым боковиком сыграть но в данном случае я бы рекомендовал даже левый нижний на нижнем винте шар играется на более спокойном ударе можно играть свои кадры когда шар вот стоит у борта некоторые люди не могут эти шары сыграть хотя он считается не самым сложным ударом я его исполняю на правом верхнем винте можно ее увидеть в московскую комбинированную пирамиду когда этот шар стоит не свой появится не чужой здесь добавляется правый нижний винт и на тихом спокойном скате и направляется в луз и в плечи бывает позиция следующая на столе когда он стоит вроде бы хороший удобный шар как кажется но он касается он закрывает для атаки лузу соответственно слой не забить и соответственно чужой не сыграется потому что резко не видно необходимо здесь вот уже не выполнять несколько другой удар таким образом провести удар необходимо чтобы убрать чужого а свой дальнейшим вращением шок лузи я при этом ударе дополнительно добавляю левый верхний винт и через вот 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 можно сыграть тот же самый приколь на центральную лузу используется для этого борт луба луза потому что напрямую шар в лузу не проходит чужой шар мешает ему зайти соответственно не чужого сыграть он стоит на борту для этого используется я добавляю левый верхний винт и через губу идется ударение с чужим шаром и виток оказывается в лузу при сложность позиции на столе при игре в динамичную и комбинированную пирамиды игроки часто используют удар на тихом скате я такие удары называю ползунок когда необходимо выполнить сложный вроде бы кажется с одной стороны удар но при незабитии шара своего шар должен остаться где-то в районе зоны луза соответственно не получить штраф и не дать сопернику артате для этого я добавляю здесь правый нижний винт бывает позиция на столе когда необходимо обвести шар чтобы добиться прежде желательной цели удар этот называется массы он пришел к нам с пула или с нукера в русском бильярде этот удар вообще я бы не рекомендовал использовать так как можно получить штраф но тем не менее иногда игроки используют его удар называется массы для того чтобы добиться необходимых результатов в данном случае победы я бы рекомендовал использовать отыгрыши и изучать их без отыгрышей победы не добьешься даже если будут играть два абсолютно равных соперника выиграть всегда тот который сделает меньше ошибок а ошибку можно сделать вот при позиции вот такой вот когда соперник начинает атаку какую-то делать сумасшедшую выставляет потом позицию которая потом может сыграть игрок и добиться победы в данном случае чтобы усложнить ситуацию я бы рекомендовал проводить отыгрыши от самой такой часто распространенной отыгрыши свободную пирамиду когда необходимо чтобы чужой шар коснулся в борту перешел в середину и своего подвести в борту то есть еще более усложнить ситуацию в данном случае соперник был еще более хуже хуже позиции создался при игре в московскую комбинированную правильно назвать динамичную пирамиды можно и в классической пирамиде используется отыгрышей когда вот например позиция когда играть нечего необходимо провести таким образом удар чтобы вроде как постараться возможно и забить ну и провести как говорится активный отыгрыш либо усложнить больше ситуацию чтобы сопернику не дать вариантов провести хороший и качественный удар в данном случае я сейчас попробую показать три позиции когда ну это уже соперник сам выбирает куда он хочет поставить битка один удар я постараюсь привести его к угловой узи к себе один поставить на серединку то есть чем это выгодно тем что когда вот в этой позиции если еще в идеале он встанет на борт сопернику уже на оттяжке ничего не сыграть и только лучший из вариантов это перевод битка на ту сторону с той стороны уже какую-то можно атаку придумать ну и соответственно через два борта можно привести биток сюда но это уже исходя из позиции смотрим куда выгоднее его поставить здесь тоже используются винты я бы предложил таким образом его изучать при совместении с чужим шаром биток должен пойти к длинному борту надо его вырезать таким образом чтобы он пошел по прямой и соответственно вот этот угол и вот эта прямая мы видим какой примерно винт нужно дать чтобы привести битка к узлу в данном случае я использую левую верхнюю в данном случае я использую левую верхнюю сейчас моя задача поставить шар на середину можно через два борта его сделать это более надежно это более надежно соответственно игроку уже сложно что-то придумать хотя я бы рекомендовал вот такой вот игры провести что называется закопать битка от пирамиды тоже позиция которая тоже усложняет несколько но варианты для атаки есть и следующий отыгрыш это моя задача битка поставить к дальнему борту здесь я приказался играть в верхний винт и обращаться вот это активное ухождение получилось ухождение